Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальная тема» в студии Александр Иванчиков. И сегодня гость у меня депутат Государственной Думы, седьмого созыва Юрий Волков. Добрый день, Юрий Геннадьевич! Здравствуйте! Вы гость у нас новый в этой студии. Впервые мы вас видим. Сразу хочу сказать, что вы депутат от Забайкальского края и Бурятии, депутат партии ЛДПР. У вас сейчас идет региональная неделя. Что вы успели уже посмотреть, куда съездить? Насколько я знаю, началась она с высадки такого думского десанта в Иркутске. Во-первых, разрешите поблагодарить вас за приглашение, за возможность с помощью вашего телеканала обратиться напрямую к избирателям, к зрителям. Действительно, эта региональная неделя началась с выездного мероприятия Комитета по природным ресурсам. Мероприятие прошло в Иркутске. Обсуждался блок вопросов, связанных с развитием лесной отрасли. В заседании принимал участие руководитель Рослесхоза Иван Валентик. И проблемы функционирования лесной отрасли рассматривались через призму тушения лесных пожаров. Сегодня это, конечно, актуальнейшая проблема, потому что горим мы из года в год, горим много. Вот родной для меня Забайкальский край в прошлом году огнем было пройдено 300 тысяч гектаров. То есть это огромная площадь лесных насаждений, которая фактически безвозвратно была утеряна. Это огромный экономический ущерб наносит. И сегодня всем понятно, и все выступающие на комитете говорили о том, что с принятием нового лесного кодекса в 2008 году в лесу не стало главного человека, не стало хозяина. Участник не смог взять на себя вот эту функцию охраны лесов. У субъектов не хватает денег, и поэтому особо тяжелые случаи пожаров. А у нас в наших трех регионах, Байкальского региона, Твергольская область, Бурятия, Забайкальский край, тяжелых случаев пожаров десятки за сезон происходят. И поэтому тушит их сильно поредевшая федеральная группировка. Делают они это не бесплатно. При этом Рослисхоз, в свою очередь, копит долги перед, ну скажем так, региональными огнеборцами. То есть порой долги год-два тянутся. Люди не получают зарплату, там положенных выплат каких-то социальных, которые им по закону положены. В этом году по предложению федеральных властей применили следующий механизм. Деньги за расчет с пожарными взяли со статьи на закупку техники, предназначенной для тушения пожаров. Получается, у нас замкнутый круг. То есть чем меньше закупаем техники, тем сложнее локализовать пожары. Чем сложнее локализовать пожары, тем горим мы больше. Чем больше горим, тем, соответственно, больше денег должен Рослисхоз. Чем больше денег, тем опять больше денег берутся со статьи на закупку технику. Круг замкнулся. Как ее разорвать? К сожалению, ответа от Рослесхоза на заседании не депутаты, не приглашенные не получили. Мы смотрим новости и видим, что за последние сутки двое, каждый день в два раза площадь лесных пожаров в трех регионах увеличивается. То есть во всех регионах уже введен режим ЧС, ситуация сложная, она осложняет и без того тяжелую экологическую обстановку, потому что нечем дышать. Это связано, тяжело, конечно, людям, у которых определенные заболевания, там, сердца, легких, да, у кого онкология. Это, конечно, целый комплекс ворох за собой проблем влечет. И, кроме того, ну, откроем любую социальную сеть, видим, как реагируют люди. Это, конечно, сказывается на качестве нашей жизни здесь. Вот насчет, кстати, денег и взаимодействия всех структур. Мы уже как-то привыкли с 15-го года, когда Бурятия очень сильно горела, там, около миллиона было пройдено огнем гектаров. Вызывали авиационную технику, которая помогала здесь воду сбрасывать, тушила и прочее. И вот то, о чем вы сейчас говорите, да, что чем больше пожар, тем больше привлекается людей, тем больше нужно этим людям оплачивать их работу, там, инвентарь какой-то и так далее. Почему происходит так, что технику у нас вызывают в самую последнюю очередь, когда уже все? Потому что регионы, борясь за звание передовых среди других субъектов федерации, занижают площадь лесных пожаров, не вводят вовремя режим ЧАЭС, чтобы не выглядеть хуже, чем соседние регионы. И это все, конечно, порождает вот эту порученную практику. То есть у нас до сих пор действует палочная система? Абсолютно точно. Хорошо, давайте мы еще вернемся к вашей поездке о работе в Госдуме. Хочу поговорить. Володин недавно заявил о том, что к 2018 году Госдума избавится от застарелых законопроектов. Около 2000 законопроектов накопилось за 15 лет работы, за 20 лет работы Госдумы. Как вот на вас, депутатах, сказывается вот такое заявление? Ну, прямым образом сказывается, потому что практически каждое пленарное заседание длится до 8-9 часов вечера. Это в плановом порядке происходит. Разгребаются, конечно, вы совершенно правильно сказали, просто завалы документов, которые в портфеле Государственной Думы находятся 10-15. Есть законопроекты, которые там 20 лет находятся на рассмотрении. Конечно, вот задача, которая стоит перед Государственной Думой этого созыва, рассмотреть весь массив этих законопроектов. Учитывая, что огромное их число, вот такую давнюю историю имеет, многие из них, конечно, уже утратили свою актуальность, потому что были приняты соответствующие кодексы, были внесены изменения, значит, в какие-то другие федеральные законы. В целом ситуация могла измениться. Исчезли уже авторы этих законопроектов. Министерство называется по-другому. Конечно, основная часть этих законопроектов идет на отклонение. Но при этом мне, как молодому парламентарию, всегда кажется, что часто процедура рассмотрения законов у нас затянута. Потому что это длится очень долго, иногда месяцами невозможно получить заключение правительства на тот или иной законопроект. При этом законопроекты правительства, несмотря на то, что зачастую они бывают сырыми, непроработанными, не проведены консультации ни с общественностью, ни с регионами, они принимаются в таком скором порядке, там за неделю, за две поступает соответствующая позиция правительства. И Государственная Дума большинством голосов такие законопроекты принимают. В отношении законопроектов, которые депутаты вносят, применяется другая практика. Они очень долго могут находиться на рассмотрении. Я почему спрашиваю, не было ли за, не встречались ли вам законы, которые именно регламентируют работу, в том числе по тушению лесов, какие-то экологические проблемы, которые регламентируют, которые, может быть, они уже вносились давным-давно, но про них уже все забыли. Ну, вот сейчас Государственная Дума и прорабатывает весь этот массив, чтобы получить выжимку. То есть, что из того, что было внесено за прошлые годы, оно действительно до сих пор актуально, а что подлежит рассмотрению в ускоренном порядке по специальной процедуре, уже без докладов, просто на отклонение. Безусловно, законопроектов такое множество, там полторы тысячи законопроектов в портфеле вот сейчас находятся, такое множество, что отдельные из них, конечно, направлены на разные сферы жизни. Но позиция и руководства Государственной Думы, и, в принципе, позиция фракции ЛДПР тут аналогичная заключается в том, что законы все-таки должны быть системными. Не может быть такой ситуации, когда вот существует, например, определенный кодекс, а его разные там политические силы, иногда это просто лоббирование чьих-то интересов идет в открытую, предлагают изменить ту или иную норму, отрегулировать какой-то там механизм. Такого быть не должно. Мы должны в целом рассматривать, как функционирует та или иная отрасль хозяйства и предлагать системные решения. Вот это, в частности, касается и функционирования лесной отрасли. Базируется она на лесном кодексе, и вот мое глубокое убеждение, что точечно изменить тут ничего не получится. То есть у нас сегодня принципиальные моменты. Государство возлагает обязанности по воспроизводству лесов и по их охране на частный сектор, на бизнесменов. Они оказались неспособны, и, как практика показывает, они очень нескоро окажутся в состоянии на себе вот эту, в том числе, социальную нагрузку нести. Государство не может из этой сферы уходить, учитывая стратегическое значение леса и для экономики России, и в целом. Допустим, та же федеральная целевая программа «Байкал. Великое озеро. Великой страны», которая с 2016 года у нас здесь в стадии реализации, подготовки документов идет. Очень много было отдельных законопроектов, которые направлены на охрану озера Байкал, на водоохранную зону, на экологическую зону, на охрану поддержания работоспособности и так далее. Здесь вдруг в конце 2016 года, в середине, да, точнее, все принято решение, мы все вот эти до этого всю работу сворачиваем и переводим ее в федеральную целевую программу, называем это «Байкал. Великое озеро. Великой страны». И пишем заново то же самое. Может быть, стоит как-то уже где-то старые законы вытаскивать и их пытаться доработать, допилить? Тут проблема, что вот федеральный закон об охране озера Байкал, который у нас существует на протяжении уже ряда лет, руководствуется, он, конечно, носит рамочный характер. То есть он определяет принципы, но при этом в нем нет ничего там о финансировании, какие деньги должны выделяться. И поэтому федеральная программа целевая – это, конечно, прикладной инструмент. Там четко будут прописаны источники финансирования, суммы направлены на решение тех или иных проблем, целевые показатели, индикаторы, что мы в итоге должны получить. Здесь же ключевой вопрос сегодня как раз об устройстве прибрежной полосы в пределах определенного количества километров от озера Байкал, чтобы соблюдались экологические требования, чтобы развивалась туристическая инфраструктура, чтобы были созданы условия по утилизации твердых бытовых отходов и жидких бытовых отходов для населения, которое в этой территории проживает. Тут целый комплекс проблем, которые, конечно, нужно решать, во-первых, системно, во-вторых, силами регионов, которые расположены вокруг Байкала. — Вы, как депутат от Забайкальского края, очень много уделяете времени именно вопросам экологии. Вот в частности, когда я посмотрел, просматривал ваши предложения, которые вы вносили, меня очень удивило такое. У нас привыкли к тому, что защищают в основном Байкал и прибрежную территорию. Вы сказали отдельно, что вы будете защищать интересы гусиного озера, который у нас в Бурятии, в Сильногинском районе. Почему именно гусиное озеро? — Ну, Гусиноозерск — это один из тех городов, которые я в ходе прошлых региональных недель посещал в Бурятии. Там действительно комплекс проблем. Я тут хочу подчеркнуть, что социально-экономические проблемы в Бурятии и Забайкальского края, они очень часто сквозные. Вот я это ощущаю по тематике и количеству обращений от граждан. Я из открытых источников какую информацию могу почерпнуть. И в частности, вот проблема гусиного озера, они вот напрямую перекликаются с проблемой, например, озера Кенон, которое расположено в Чите. Аналогичная ситуация, то есть населенный пункт, водоем, на берегу которого расположена ГРЭС. Аналогично это влечет экологические проблемы, тепловое загрязнение, химическое загрязнение озера. И, естественно, интересно всегда посмотреть, а как проблему можно решить. То есть мы же видим, что это не частный случай. И здесь проблема, конечно, на мой взгляд, упирается в том числе в несовершенство налогового законодательства. Дело в том, что любой объект инфраструктуры, который несет определенную нагрузку на экологию, он уплачивает соответствующие налоги, соответствующие экологические сборы. Возникает вопрос, а в бюджет какого уровня эти сборы поступают? В основной массе эти бюджетные сборы уходят в федеральный бюджет, аккумулируются там в специальном фонде. Очень мало остается в бюджете муниципалитета, то есть на той территории, где непосредственно идет свою хозяйственную деятельность предприятия. И деньги эти не являются окрашенными. То есть они поступают в бюджет и там растворяются, и тратятся на что угодно, только не на восстановление природного баланса. Вот сейчас в разработке находится проект соответствующего федерального закона, который бы позволил, а, увеличить норму отчисления в бюджеты местного уровня, и, б, по возможности сделать их окрашенными, для того, чтобы деньги, которые поступили в местный бюджет за счет эксплуатации природных ресурсов, шли на восстановление экосистемы, допустим, Гусиного озера в данном случае. И как продвигается движение этого законопроекта? Я бы спросил так, как давно он был внесен и... Нет, конечно, он еще не внесен. А, он еще и внесен. Для того, чтобы разработать федеральный закон, конечно, мало одного желания. Нужно, во-первых, поднять большую статистику. Хорошо, если это статистика со всех регионов Российской Федерации. Если это касается налоговых отчислений, то, конечно, должно быть соответствующее финансово-экономическое обоснование. Хорошо бы посмотреть какую-то аналогичную практику в других зарубежных странах. То есть, это, конечно, объемная системная работа. Но она ведется, то есть, материалы сегодня набираются уже. В частности, я в начале этого разговора сказал, что прямая связь ситуации в Чите и в Гусинозерске. Ну, сегодня вот этой проблемой тоже стоит заниматься. Стоит ли ждать до конца седьмого созыва появления этого законопроекта и принятия? Я думаю, что в течение 2017 года такой проект закона будет разработан. Надеюсь, что коллеги поддержат. Учитывая, что 2017 год – это год экологии, вот это мое глубокое убеждение, нужно, конечно, упор делать в привязке именно решения экологических проблем на территории конкретного муниципального образования. Я это заявляю еще потому, что являюсь, конечно, членом комитета по местному самоуправлению. И абсолютно четко видно, что основная эта масса проблем, которые возникают у людей и системных проблем, они возникают именно на уровне муниципалитетов. Люди идут со своими проблемами именно главам своих поселений, главам своих городов, муниципальным депутатам. Они идут к той власти, которая ближе. Которая ближе. А когда у этой власти есть только полномочия, но нет средств на выполнение этих полномочий, нет средств на решение проблем людей, реальных проблем людей, мы получаем, конечно, перевернутую вот эту пирамиду. Вот мы видим последнюю прямую линию с президентом. Миллионы звонков, миллионы обращений к первому лицу. Люди по любому вопросу, там, мусор, свалка, это прямые полномочия местных властей, люди совсем идут к президенту, потому что они перестали верить. Кстати, ваш думский десант, он не связан с этой прямой линией? Большой достаточно по численности. Ну, надо сказать, что думские мероприятия, особенно там в региональной неделе, они, конечно, готовятся там заранее, за месяц, за полтора. Вот, и поэтому выезд вот группы депутатов на региональной неделе для проведения вот выездного заседания комитета, выездного заседания межфракционной группы Байкал. Он, конечно, напрямую не связан с прямой линией президента, хотя в контексте обсуждений неоднократно, в том числе вот этот звонок с острова Альфон. Ну, когда вы из Москвы уезжали, вам догонку еще надавали звонок. Конечно, этот вопрос тоже звучал. Еще немного об экологии. Недавно стало известно о том, что с 2018 года все-таки запретят промышленный лов омуля и для любительского лова установят суточную норму. Вы как к этому относитесь? Причем также добавляется, да, к этой новости, что еще не все документы готовы. Я, как и любой забайкалец, любой прибайкалец, конечно, отношусь вот к такому запрету все-таки негативно. Потому что вылов омуля – это определенная отрасль народного хозяйства, традиционная. Мы здесь, конечно, привыкли к тому, что вот омуль – это там любимое блюдо. Любимая рыба там практически на каждом столе. Но тут все-таки есть объективный момент, связанный с тем, что практически середина XX века омуль, он же ведь разводится-то искусственно. Постоянных природных мест для нереста их не осталось в силу определенных причин. И ситуация, когда вот резко поголовье омуля пошло на спад, она может привести к тому, что мы, в конце концов, вот эту ценную культуру потеряем. И сегодня, конечно, нужно предпринимать экстраординарные меры для того, чтобы сохранить популяцию омуля, чтобы не нарушить экосистему Байкала, для того, чтобы, ну, сохранить, значит, вот эту рыбу, ну, для наших детей, для будущих поколений. Есть ли какой-то способ без запрета восстановить популяцию омуля, вот на ваш взгляд? Ну, конечно, этот способ есть. Он связан с сливанием определенных финансовых средств на модернизацию, на новые рыборазводные заводы. Другое дело, что цикл жизни омуля, он же ведь очень длинный, и вот тот омуль, который мы привыкли на своих столах видеть, это, как правило, детские особи, практически мальки. То есть нерестится омуль начинается там на седьмом, на восьмом году жизни. И, конечно, мы вот под эти семь-восемь лет, вот это циклы, в течение которых вот можно какие-то вещи планировать. И сегодня, видимо, вот как раз мы находимся на дне вот такой ямы демографической, что ли, для популяции омуля. И Министерство природных ресурсов, видимо, сегодня не может предложить найти другие инструменты для спасения. Запрет-то предлагают только на три года ввести. Дальше что будем делать? Я думаю, что прежде чем все-таки окончательно запрещать, нужно, конечно, взвесить все за и против, и все-таки услышать аргументацию Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Потому что, ну, просто убивать, допустим, раболовецкую отрасль, ну, было бы неправильно. И еще об одном запрете хотелось бы поговорить. Это запрет, который вами предложен в связи с трагедией в Забайкальском крае, когда автобус с паломниками перевернулся, погибли люди. Вы на своей странице в фейсбуке написали, что предлагаете запретить ночные перевозки. Здесь опять же вопрос, да, то есть опять запреты, опять вот в связи с этой трагедией. Был ли другой вариант решения этой проблемы, и почему вы предлагаете ночные перевозки запретить? Спасибо за вопрос. Понятно, что вот эта инициатива, она нашла большое количество откликов. Были люди за, были люди против. Люди, которые выступают за, они, как правило, приводят в пример собственный опыт ночных перевозок, понимают прекрасно, что это крайне опасно вот в реальной ситуации сегодняшних российских дорог. Люди, которые против выступают, они, ну, говорят там о чем угодно, кроме вот неконкретной проблемы. Речь не идет о полном запрете передвижения на транспорте ночью. Мы сегодня понимаем, что это невозможно. Речь идет о том, чтобы отрегулировать работу конкретного вида транспорта. Этот транспорт называется заказным. Это отдельная категория. Сегодня никто не контролирует ее деятельность. Там не соблюдается норма охраны труда для водителей. Зачастую водитель, он же является индивидуальным предпринимателем, хозяином этого автобуса. Нужно понимать, что пользуются заказным транспортом определенные категории пассажиров. Это могут быть туристы, это могут быть спортсмены, это могут быть паломники, как в случае с Забайкальским краем, которые откуда-то, куда-то организованной группой едут. И они самостоятельно свой график утверждают. А в условиях, когда, ну, нормы, допустим, техники безопасности не соблюдаются, вот в условиях российских дорог сегодняшних, ну, это аварии более чем вероятны. И статистика последних крупных ночных ДТП показывает, наиболее резонансных, показывает, что вот, к сожалению, люди гибнут именно вот на таком виде транспорта, заказной автобус, который в ночь куда-то людей перевозит. Ну, кстати, вот с заказным транспортом, именно вот по перевозке детей, там все-таки как-то урегулировали. Да, у нас есть соответствующий пример уже в действующем российском законодательстве, когда ночная перевозка групп детей запрещена. И все прекрасно понимают, чем это вызвано. Это крайней степенью опасностью. Ну, и никто же сегодня не будет утверждать, что из-за того, что перевозят не детей, а взрослых, ночные поездки более безопасными становятся. Вопрос-то в другом. Да, Юрий Геннадьевич, у нас, к сожалению, заканчивается время. Я вас приглашаю еще раз в студию, когда вы будете в наших краях. Заходите, поговорим. Я напоминаю, что в гостях у меня был депутат Государственной Думы Юрий Волков. Это была программа «Актуальная тема». До встречи в эфире. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok